Напомним, что вчера, 25 июля, состоялась выездная комиссия депутатов и представителей администрации на проверку речки близ Убачевской улицы, с целью выяснить причину появления зловонного запаха и вымирания рыбы. Здесь была пленка, там была пленка. Четово просто уже натянуло, и вывернул его. Сегодня, 26 июля, состоялся повторный выезд соответствующих служб. На место прибыли представители водоканала и комиссии по экологии общественной палаты, чтобы найти очаг загрязнения реки. Причиной того, что произошло в деревне Убачево, вполне может быть залповый сброс канализации. Возможно, частный возщик какой-то сбросил целую бочку ручей канализационных стоков. Путем решения данной проблемы, частых сбросов, является выявление таких фактов, выявление таких недобросовестных водителей. Возможно, установка камеры видеонаблюдения в проблемных местах, которые можно выявить, которые мы тоже уже выявляем. Фотоловушки можно поставить. Также, конечно, большой причиной, серьезной причиной может являться сброс из частного сектора, большого количества стоков. Сейчас жара стоит, вода цветет, образуется пленка на водоемах, и рыба, соответственно, гибнет, потому что нет кислорода. Также нужно, как мне уже пояснили специалисты, можно ставить станции насыщения кислородом водных объектов, мобильные станции, они существуют. Также можно будет говорить и об уголовной ответственности, если это будет в больших масштабах. На улице Василия Шукшина был обнаружен проток, в котором, со слов жителей, некий мужчина что-то мыл или сливал. А это была ассенизаторская машина. Он говорит, я шланги мою. Ну, житель говорит, я не понимаю вообще саму механику, как что-то происходит. Ну, здесь реально это было. Буквально это было не так давно. Жители прислали нам и свое любительское видео. Вот откуда все течет к нам в деревне. За домом одной из жительниц также был обнаружен сток воды. Мостик сделан небольшой. Граблями очищаем речку, что можем сами. Дальше. Вот уже больше недели вот это стоит здесь. У нас утки были, рыба плавала. По сообщению администрации округа, заявка направлена в работу муниципального унитарного предприятия «Водоканал» по уточненной информации. В срок до 19 августа 2022 года запланировано провести полное обследование прилегающих сетей с целью выявления причины и источника излива, а также выполнением работ по устранению утечки. Поиск причин продолжается. Жители надеются на скорое решение проблемы, а пока им остается ждать ливень, который смоет всю грязь. Виктория Цибина, Ярослав Акимцев. День города.